я приветствую вас дорогие слушатели добро пожаловать на канал mortal spiritus и сегодня мы поговорим о признаках некропривязки ну собственно порченного воздействия через полосную магию некропривязка это особо энергетические канал выстроенные между оператором и мертвым по собственной воле либо руками иного практика с целью негативного воздействия в случае кладбищенской порчи человек соединяется с покойником создавая с ним своеобразный симбиоз то есть мертвец получает постоянную подпитку как бы подъедая жизненные силы или витальную энергию своего напарника в некроманте есть практики которые намеренно формируют некропривязку с миром мертвых для того чтобы находиться в потоке и получается гнозе с миров смерти облучаясь некротикой естественно микроскопических дозах все должно быть очень постепенно но на практике взаимовыгодное сотрудничество удается лишь хорошим колдунам которые умеют взаимодействовать с миром мертвых и знают язык этого самого мира которые практикуют некромантию не один год и понимают то что все должно быть поэтапно в том числе облучение так сказать себя этой самой дозой некроэнергии должно быть тогда когда человек достиг определенного этапа и может позволить себе подобные практики для новичка это будет сама порча и вы знаете почему такое количество кричащих людей по со про самопорчу которые читают какие-то статьи какую-то литературу и кричат это сама порча да ваше сознание просто не готова принять это и действительно если вы это сделаете это будет работать как сама порча только потому что вы не готовы не целом не энергетикой не разумом вы просто еще до этого не дошли но все впереди подведем определенные итоги так некра привязка это канал выстроенные между человеком и миром мертвых или каким-то определенным мертвым намеренно случайно или по воле другого человека который совершил кладбищенский обряд есть определенные признаки говорящие о том что скорее всего у человека есть подобное воздействие либо он сформировал его себе сам в первую очередь это слабость это состояние когда у вас происходит отток энергии и этот самый отток энергии он проявляется на физике следующим образом у вас обостряется хроника то есть не выскакивает что-то новое что для вас не характерно то есть это не будет вирус температура это не будет какое-то случайное заболевание которое у вас никогда не было если вы получается дозу некротик это включается одна из программ которая проявлена в вашей печати смерти поэтому будет включаться именно хроника однако помните о том что эту хронику обязательно что-то должно включить то есть будет это пограничное состояние и это следует контролировать естественно когда человек находится в ослабленном состоянии физически ослабленном приходит депрессия приходит угнетенное состояние и он ищет средства и способы как выйти из этого состояния прекрасно если человек сознательно если он понимает то что например взаимодействие с друзьями или если вы практик прогулка на природе взаимодействие со стихиями будет то что вас наполнит энергетически и вылечит вас психически но бывает такое что человек начинает искать утешение через алкоголь и прочие так скажем на пласти которые могут вызвать зависимость а если была сделана работа если была сделана порча как раз на такую зависимость если особенно это есть в коде матрицы человека то есть это прописано зависимости в нем самом то естественно это будет активироваться очень ярко еще такой достаточно характерный признак который случается очень многих начинает особенно сильно страдать та сфера которая считается слабой в вашей жизни потому что происходит энергетический отток если в нашем энергетическом поле появляется незваная некротика то происходит дисбаланс энергии энергии жизни и смерти и так скажем наша естественная внутренняя защита стремится к тому чтобы все сбалансировать завернуть происходит отток энергии поэтому так скажем где тонко там рвется помимо всего прочего скорее всего человек который имеет некропривязку будет видеть сны которые будут присутствовать мертвые но кстати люди высоко эмпатичные особенно если в их семье кто-то умер они тоже будут видеть сны такого характера но разница здесь в том что если у человека есть некропривязка он будет видеть мертвых в очень агрессивных состояниях даже своих предков он будет видеть в агрессивном состоянии и что еще очень часто бывает человек видит что как будто бы тень проскальзывает мимо него если вот он идет по коридору он идет по какой-то из комнаты видит краем глаза как будто бы что-то проскользнуло это очень часто показатель того что в доме действительно кто-то находится на нужно понять еще природу этого самого кто еще такой интересный момент человек когда он готовится перейти в мир иной то есть когда он находится в состоянии предсмертия у него меняется взгляд он становится более потухшим и меняется голос он становится более хрипловатым и одновременно более низким нежели чем раньше то же самое встречается у людей мертвые которых так скажем поел очень очень сильно и мутноватость глаз тоже встречается на тот случай когда очень сильно нарушен баланс между энергиями жизни и смерти в цели еще у тех людей которые имеют на себе некропривязку у них есть такой едва уловимый но практик это почувствует сладковатый запах как будто бы тления и отчасти он еще напоминает запах ладана такое имеет место быть проблема в том что человек который приходит в некромантию он может спутать зов смерти приглашение сил сил смерти к работе с опасной некропривязкой который он сформировал и которая начинает его отчасти уничтожать очень сильно и масштабно уничтожать начиная его начиная работать с его психикой и фактически в состоянии ну что-то близкое к состоянию безумия потому что например если человека начинает тянуть к местам смерти здесь я имею ввиду то что человек оказывается там где лежат мертвые животные совершенно случайно где происходит аварий и он является наблюдателем это может быть признаком того что у него есть энергия некромантии то есть подрасположенность к некромантии либо у него есть серьезные проблемы показателем здесь будет и ваше внутреннее состояние в каком состоянии вы находитесь в ресурсном либо не в ресурсном даже зуб кладбище это может быть проявление некропривязки то есть психика человека уже имеет определенный дисбаланс то есть разрушена психическая защита и человека начинает тянуть и притягивать эту энергию но вовсе не для того чтобы открыться и так скажем получить определенный гнозис если зовут нужно понять почему зовут для чего зовут не обязательно повторюсь вам хотят открытия таинства смерти иногда таким образом зовет мертвый для того чтобы вас уничтожить подобные вещи когда человек входит состояние безумия вызывает то что так скажем неофит тащит домой всевозможные некротические предметы создает его своем доме фактически музей из-за предметов складбище открывает портал и этот самый портал начинает сжирать его он входит в состоянии безумия это либо смерть либо психушка и страдают даже его соседи которые находятся казалось бы через стену поэтому здесь нужно быть очень осторожным и следить в каком состоянии находитесь в ресурсном или не в ресурсном состоянии если демонология это жизнь так скажем в состоянии аскета для того чтобы взаимодействовать с стремными силами то работа с силами смерти это постоянный самоконтроль и так скажем еще исследование и ориентир на свою адекватность то есть насколько рациональные действия которые вы совершаете и даже если вы находите находите какой-то ритуал в интернете если вы находите какую-то работу не в интернете даже если она кажется супер экстра классной должны понимать что зачем и откуда любой ритуал в котором есть энергия смерти его нужно разложить на составляющие понять что там ибо сейчас появилось очень много интересных авторов весьма и весьма если вы изучаете некромансию то очень важно иметь рядом человека и обязательно учителя который вас будет контролировать как раз отслеживать насколько в ресурсном состоянии вы находитесь и так скажем контролировать ваше физическое и психическое состояние но и собственно всегда полезными и друга с которым можно пообщаться по теме или выйти в лес помедитировать солнцем и скинуть передоз некротической энергии потому что очень часто у тех практиках которые работают силами смерти у них случается передоз и в какой-то момент кладбище куда они очень любили ходить становится нелюбимым возникает некое торжение такое имеет место быть это всего лишь передоз у кого-то случается одержимость кладбище и он там существует на протяжении очень долгого времени это своего да может быть как шаманской болезнью так и проблемами с психикой все очень индивидуально понимаете на мир мертвых он интересен через мир и мертвых возможно взаимодействовать с пространством открывать для себя очень многие вещи поднимается магические знания исторические знания и видеть миры посмертия но можно и очень сильно повредить самого себя самое главное здесь контролировать уровень своей адекватности и понимание что откуда и зачем не посовершает тут или иной ритуал то или иной на работу очень легко так скажем словить некропривязку зачастую практике новички уловит некропривязку тогда когда совершают ритуал повторюсь некачественный ритуал либо становятся одержимыми некротическими предметами считают что невозможно работать без замертовой воды без волос покойников понимаете это те компоненты с которыми нужно уметь работать то же самое человек две недели работает на так скажем на кладбище совершая первые практики и делает так называемое единение с погостом в этом случае вне всяких сомнений мало того что человек не должен проливать свою кровь только потому что он воистину энергетически не готов его тонкие тела еще нет калибровали с миром мертвых он не может с ними говорить он не понимает их это раз поэтому я считаю то что путь к мирам смерти должен быть дозированный постепенный ну и собственно то же самое владение некротическими предметами сейчас очень модно стало иметь череп человека причем из себя дома не зная элементарных правил хранения его а то что можно таким образом либо открыть портал либо сделать так что все близкие все родственники начнут гибнуть или очень сильно болеть это уже не имеет никакого значения до квартиры которая превращается так скажем в портал который создается по воле практика или совершенно случайно могут например не хотят разрушать эгрегор мертвого человек умер особенно если это был всем любимый человек его вещи не хотят разбирать не хотят что-то менять то есть вот как ушел человек такой комната и остается зачастую это формирует очень отрицательные моменты в частности в жизни людей потому что во первых мертвые может приходить мертвые вампири это очень часто мертвые провоцируют на эмоции своих родственников которые даже элементарно открывают эту дверь в эту комнату начинает переживать и плакать и таким образом кормят мертвого да таким образом возможно питать не грегор этого человека он уйдет очень не скоро и уйдет зачастую только тогда когда-либо его предки закончится либо когда будет разрушен его личные греха вернемся к теме практиков потом уже перейдем к более таким бытовым вопросам очень часто практик становится одержимым каким-то определенным мертвым и возникает симпатия зачастую этот мертвый может быть агрессивным но мимикрирующим быть может он обладал каким-то магническим магическим гнозисом за счет этого он привлек человека либо он мимикрировал воспользовавшись тем что человек неопытен и собственно через определенные единения особенно если применять эти практики которые есть интернете там поспать на могиле полежать на могиле можно получить очень много проблем для себя самого поэтому повторюсь мои дорогие друзья мои дорогие подписчики исключительно внимательность рациональность и постепенность уж если вы хотите работать с миром мертвых то действуйте очень осторожно очень аккуратно ни в коем случае не торопитесь ибо скорость нужна только при ловле плохо нужны ли вам простые люди также могут сформировать самостоятельно от себе некропривязку как мы уже говорили это нежелание разрушать агрегор мертвого по истечении какого-то времени либо это эмоциональная подписка то есть человек разрушила грегор но внутренний может отпустить другого и держит его эмоционально удерживает в своей памяти бывают такие случаи что люди приносят и кладбище сквозь землю и выращивают в ней цветы такое имеет место быть то есть внутреннее состояние формирует определенные привязки плюс вот эти вот новые современные тенденции а положить что-то в гроб на память положить на записочку это тоже формирует некропривязку каким же образом убрать эту самую некропривязку вопрос сложный но в первую очередь нужно понять является она внешне или внутренней внутренней некропривязка зачастую бывают у тех людей которые не могут отпустить своего мертвого внешне некропривязка это когда какой-то предмет излучающий некротическую энергию находит свой вас дома либо вы употребили в пищу какой-то продукт либо вы носите что-то на себе что формирует канал связывающий с миром мертвых в любом случае начинает следует с чистки случае если человек не может отпустить своего мертвого первую очередь следует разрушить эгрегор понять на чем фиксация человека почему он не может отпустить того кто ушел в мир иной и далее следует отливка если же некропривязка носит агрессивный характер в этом случае поможет исключительно отжиг работа с богами смерти когда вы будете фактически вопрошать убрать мертвого который разрушает и вашего клиента забрать его в мир иной и естественно формирование баланса между энергиями жизни и смерти через получение положительных эмоций через прогулки через всевозможные соприкосновения с витальными энергиями и так в случае если некропривязка приносит серьезные проблемы мы понимаем что это некропривязка приобретенная то есть агрессивная то мне работаем по следующим алгоритмом 1 это отжиг второе работа с богами или демонами смерти и третье это баланс между энергиями жизни и смерти то есть нужно сделать так чтобы человек наполнился этим потоком согрелся стал преисполнен витальной энергии в этом случае все что было разрушено некротическими энергиями восстановится в принципе даже людям у которых есть определенный передус я всегда советую передус некротической энергии я всегда советую не ходить неделю на погост и все это время проводить в лесу изитировать со стихиями чистить себя со стихиями и вы это универсальный вариант стабилизировать себя стабилизировать себя и привести себя в рабочее состояние иметь место силы не связанные с потоками смерти даже если вы некромант через которые вы будете исцеляться преображаться и наполняться поверьте мне это очень хороший способ поддерживать внутреннюю гармонию и наполнять себя исцелять себя в случае каких-то ошибок ну что же на сегодня все я благодарю вас за внимание берегите себя своих близких увидимся услышимся